В этом году большие разливы рек Гомельской области наблюдаются не повсеместно. Превышение максимальных значений уровня воды 2016 года фиксируется сегодня только на случай Днепре, Березине и Припяти. В Жлобине и Лове вода вышла на пойму и поднялась практически на 3 метра, на 3,5 в Мозыре, на 2,5 в Речице и более чем на 5 в Светлогорске. Самый большой разлив отмечается в Петриковском районе. Там Припять поднялась уже на 740 сантиметров. Прогноз у нас, например, в бассейнах рек Днепра и Сажа максимальные уровни воды будут формируются за счет тало-дождевого стока. А в бассейне Припяти здесь отсутствие тало-дождевого, здесь максимальные уровни воды будут формироваться за счет выпадения осадков. И в последующем сейчас идет на самой Припяти рост уровней воды. Он незначительный от 2 до 4 сантиметров. Паводок 2017 пока не принес неприятности ни предприятиям сельского хозяйства, ни жителям потапливаемых районов. Вода подступила к территории только двух частных подворий в Рогачевском районе и затопила грунтовую дорогу в Петриковском, что не причинило больших неудобств людям. Сейчас у нас на Припяти у села Черниче до опасной высокой отметки, при котором ранее наблюдались, потопление осталось 18 сантиметров, а на Припяти у города Петрикова осталось 24 сантиметра. Однако в МЧС весенние половодья встречают во всеоружии. В регионе сформированы два аварийно-спасательных отряда. С конца февраля по несколько раз в неделю проводятся учения. Спасатели располагают широкой и достаточной линейкой специальной техники – от лодок и водонасосных станций до автомобилей медицинской помощи и вездеходных машин. Последняя нередко является единственным средством доставки грузов и продовольствия в отрезанной большой водой деревне. Плавающий транспортер ПТСМ – именно так называется специальная военная техника, которая сегодня находится на вооружении МЧС. Грузоподъемность машины 10 тонн. То есть в ней спокойно может разместиться крупногабаритная техника МЧС, а также люди в количестве до 40 человек. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям позаботились и о тех, кто с толком использует свои смартфоны. Недавно в мобильном приложении МЧС Беларуси «Помощь рядом» появился новый подраздел «Подтопление», в котором в онлайн-режиме можно не только отслеживать масштаб разгула стихий, но и узнать о правильном алгоритме действий в случае наводнения. Мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом» должно стоять у каждого на мобильном телефоне. Оно позволяет быстро сориентироваться в любой экстренной ситуации и принять правильные действия. Сегодня масштабы весеннего половодья в Гомельской области мало чем отличаются от тех, которые наблюдали гидрологи в прошлом и позапрошлом годах. И, как оказалось, для экологии Гомельщины это проблема. Ведь такое положение дел в сочетании с засушливым летом и малым количеством осадков – угроза для экосистемы региона. Все небольшие пойменные озера, которые являются местом для размножения куликов, многих околоводных птиц пересохли. И вот уже даже в прошлом году большая часть водоплавающих птиц сидела на искусственных водохранилищах, не на пойме, где обычно. Если в этом году вода на пойму не придет, то можно ожидать значительное снижение численности популяции этих птиц. То есть птицы могут просто не прилететь. За 50 лет наблюдения абсолютные максимумы уровня воды в реках Гомельской области были отмечены в 2013 году. В этом году специалисты не исключают, что, возможно, вторая волна подъема уровня воды, так как в верховьях Днепра еще находится достаточное количество нерастаявшего снега. Что касается бассейна реки Сош, то в пределах Гомельского района вода даже не вышла на пойму. В некоторых притоках и вовсе уже фиксируется спад уровня воды. В Гомеле она достигла отметки 220 сантиметров, что на 15 меньше максимального значения 2016 года. Угрозы подтопления жилым застройкам, естественно, нет. Дальнейший рост уровня воды в реке Сош и масштабы разлива будут напрямую зависеть от весенних дождевых осадков. Если их будет мало, то вполне вероятен прошлогодний вариант развития событий, когда летом из-за мелководья не только было существенно ограничено речное судоходство, но и фиксировались случаи высыхания воды в сельских питьевых колодцах. Александр Гомоля, Сергей Лукашук, Александр Харлампов и Артем Коржицкий. Специально для программы «Новости недели».